Воронеж-Стат сообщил о повышении цен на гречневую крупу. С чем это связано в рубрике «Потребительская корзина»? Расскажет Олеся Алисюк. Гречиха появилась 5000 лет тому назад. Впервые выращивать гречку начали в Индии. Там ее называли черным рисом. По одной из версий, название гречка закрепилось, потому что ее возделывали греческие монахи. Гречиха – поздняя культура. Ее собирают в конце августа-начале сентября. Для хорошего роста эта культура нуждается в теплом климате и влажной почве. Это очень полезный продукт, содержащий в себе огромное количество витаминов. Знаменитый гречишный мед. Пчелы собирают с цветов гречихи. Россия – мировой лидер по производству гречневой крупы. В 2016 году было собрано 1,2 млн тонн полезного продукта. Обычная урожайность гречихи в нашей стране около 8 центнеров с гектара. В этом году посевы культуры оказались на минимальном уровне за последние 16 лет. Площадь посевов под гречиху сократили на 40%. Отсюда и взлет цен. Федеральная антимонопольная служба сообщает, что в отдельных регионах страны наблюдается рост цен на гречневую крупу от 5 до 29%. Не стал исключением и наш регион. В первой половине года цена на гречку была достаточно устойчивой. И где-то даже по август месяц в отдельные периоды мы наблюдали снижение цен. Но вот уже с начала сентября мы наблюдаем еженедельный рост цен на гречку. Но вот в итоге, если сравнивать с последней регистрацией оперативной нашей на 21 октября, то по сравнению с августом цены на гречку поднялись уже на 17%. В Воронеже средняя цена за килограмм гречки летом была около 35 рублей. В октябре цена поднялась до 40. В принципе, цена на гречку у нас среди соседних областей, Черноземья, не самая высокая. В Курской области килограмм гречки по состоянию на 21 октября стоил 45 рублей 97 копеек. В Белгородской области 35 рублей 94 копеек. Ну, мы где-то вот в середине диапазона. Эксперты предвещают подорожание гречки при реализации в рознице до 50%. То есть килограмм может подорожать до 100 рублей. Продавцы не удивляются, 5 лет назад такое уже было. Тогда килограмм стоил 94 рубля. Дошло до того, что по цене гречки предсказывают будущую экономическую ситуацию в стране. Стремительный рост предвещает кризис. Да, у нас сейчас все дорожает. А пенсионерам как хочешь, так и живи. А пенсия мизерная. Вот и живи. Что хочешь, то и ешь. Я диабетчик, муж диабетчик. Нам гречку нужно есть почти каждый день. Вот и будем покупать, будем есть макароны, что подешевле. А у нас люди пока совсем, наверное, согнутся. Бомжей сколько? И будет еще больше. Квартплата дорогая. Что хочешь, то и делай. Мы отмечаем рост практически по всем видам круп, которые регистрируем. Ну, исключение, наверное, составляет пшено. Цены на пшено вот несколько снижаются в последнее время. В нашем регионе все крупы подорожали на 17%. Рост стоимости гречки связан с повышением тарифов на ее доставку, подорожанием удобрений и невысоким урожаем. Производителям нужно возвращать убытки прошлых лет, когда цены упали настолько, что выращивать эту культуру стало невыгодно. Как часто гречку кушаете? Ну, практически каждый день. Я диабетом болею, поэтому беру гречку. Гречка, крупа очень вкусная. То, что она подорожает, конечно, неприятно. На мне навряд ли это скажется, а вот на пожилом населении, наверное, скажется. Лучше бы, конечно, цены не поднимались бы. Хороший продукт. Каша вкусная, полезная. Всем рекомендую. Население боится, что рост цен так и не остановится и в страхе сметает с прилавков всю гречку. Срабатывает эффект ценовых ожиданий. Продавцы, заметив спрос на продукт, действительно поднимают стоимость. Ежегодно россиянам нужно до 550 тысяч тонн гречневой крупы. В этом году собрали около 800 тысяч тонн. Так что паниковать не стоит, крупы достаточно. Другое дело, что даже незначительное подорожание того или иного продукта сказывается на кармане потребителей. А в России, по данным Росстата, почти половине российских семей и так хватает денег только на еду и одежду.